Всем привет! Меня зовут Данила, и я технический директор в Яндекс.Вертикалях. Яндекс.Вертикали — это такая маленькая часть Яндекса, которая занимается сервисами досок объявлений. Наши самые известные проекты — это Автору и Яндекс.Недвижимость. У нас есть еще несколько, один из которых, например, Яндекс.Работа, про которую многие знают, и какие-то новые проекты, про которые мы пока не рассказываем. Наши проекты достаточно большие, на них ходят порядка 5 миллионов человек каждый день, при этом делаются они не очень большой командой. Например, у нас всего порядка 50 бэкент-разработчиков, поэтому наши ресурсы все время очень ограничены, и мы не всегда можем себе позволить делать все, что угодно. Я хотел рассказать вам про пару кейсов того, как мы адоптим и используем сервер с технологией Яндекс.Облако. Кейс первый — это фиды. В нашей области, в сервисах объявлений, фидами называются, как правило, файлы с контентом объявлений, которые нужно опубликовать на сервисе. Что делает обычный пользователь, когда подает объявление, например, на Автору? Он идет, открывает формочку, заполняет марку, модель, какие-то еще поля, загружает фотографии, нажимает кнопку «Опубликовать». Что делает дилер, у которого 3 тысячи объявлений? Разумеется, он не нанимает 100 человек, которые каждый день делают эти действия. Он готовит специальный файл, который выкладывает в интернет, который наша система периодически скачивает, обрабатывает и публикует информацию. Как правило, сгенерировать такой файл для наших клиентов достаточно сложно. У него сложный формат, там много информации, много разных полей, которые должны быть машиночитаемы. Там есть требования к тому, чтобы были использованы некоторые числовые идентификаторы из нашего каталога автомобилей, марок, моделей, модификаций и так далее. Но даже если, например, какой-то небольшой клиент провел эту подготовительную работу, сделал какие-то действия для того, чтобы такой файл сгенерировать, это может быть файл не в нашем формате. Например, для какого-то из наших конкурентов в тех регионах, где мы игрок не номер один. И когда мы приходим и предлагаем ему сделать какую-то интеграцию с нами, они говорят, ну, мы уже знаем, что это очень сложно, давайте не будем. Любой программист, который сейчас меня слушает, скажет, ну, зачем ты так говоришь, это же очень легко. Это просто взять вот эти файлики, сделать из них другие файлики, или взять вот здесь циферки в базе данных и положить их в какой-то файлик. Это правда. Любой разработчик, наверное, справится с этой идеей, с этой проблемой. Дело в том, что у наших клиентов часто нет разработчиков в штате. Поэтому мы в какой-то момент попытались им помочь. Когда мы формулировали требования к системе, которая должна решать эту проблему, мы сформулировали три ключевых требования. Первое — это сделать систему, которая позволит решать эту проблему, но не будет ограничивать нас в возможных форматах. Если завтра клиенты захотят присылать нам файлы, у которых каждое объявление начинается с красной строки, описано текстом на живом, понятном русском языке с абзацами, мы бы хотели иметь возможность превращать их в объявления тоже. Мы очень не хотели использовать собственных разработчиков. Как я говорил, у нас достаточно компактная команда, и мы не можем себе позволить для каждого маленького клиента разрабатывать какую-то программу, которая будет это делать. И мы очень не хотели трогать свою систему текущую работы с фидами, потому что она существует достаточно давно. Но там много разной логики, например, которая планирует в зависимости от кучи разных компонентов, событий, условий, то в какой момент, какой из наших тысяч клиентов должен загрузить этот фид. Разумеется, самый простой подход — это научиться конвертировать фиды из внешнего формата в наш собственный. Таким образом, мы используем и то, что у нас уже есть, и попробуем удовлетворить наших клиентов и решить их проблему. Наша система, про которую я сейчас рассказываю, выглядит примерно так. У нас есть какие-то фиды в чужих форматах, или даже просто Excel-файлы, которые можно обработать, и в которых есть нужные нам данные. Дальше вступает в дело серверлес, магия Яндекс.Облаки. Это серверлес-функции, серверлес ЯДБ, в который мы храним справочники, возможно, какие-то таблицы связок или конвертации одних значений в другие, какие-то алиасы. И результатом работы этих серверлес-функций является загрузка файла в неизвестном нам фиде, конвертация его внутри процесса в реальном времени, и в реальном же времени выдача фида в нашем стандартном формате. Таким образом, в нашу текущую систему мы отдаем адреса уже вот этих вот конвертирующих функций, которые скачивают фид снаружи и превращают его в наш. Это в целом работает, и работает неплохо. Решение, которое у нас получилось, оно не трогает вообще никаким образом нашу существующую инфраструктуру. Как я уже говорил, мы просто отдаем новые ссылки на эти фиды, которые в процессе конвертируются в реальном времени. Но позволяет привлекать внешних подрядчиков, потому что каждая сервер-функция изолирована, к ней можно настроить доступы, можно настроить доступы только для этих конкретных людей, можно передавать между подрядчиками. Каждая функция изолирована, а значит, весь ее код лежит в одном месте. И самое главное, что сервер-функция позволяет нам не вносить дополнительную сложность в систему планирования обхода фидов. Она работает только в тот момент, в который нужно, ничего не хранит, она абсолютно не имеет никакого состояния, в нее пришли, она отдала данные. В нее не пришли, она не отдала данные и не запустилась. Если она не запустилась, она не потребляет ресурсы, нам не нужно планировать в этой системе заранее тот факт, что, например, Автору, наша основная система, может захотеть скачать 5000 фидов наших клиентов одновременно, а для этого нужно какое-то сильно ненулевое количество ресурсов. Эта проблема решается из коробки просто за счет того, что каждая функция запускается в своем окружении, запускается ровно тогда, когда она нам нужна. Второй кейс, про который я хотел рассказать, он немножко более традиционный, но и менее традиционный тоже. Это наши маркетинговые проекты. Вот, например, здесь на скриншоте виден один из таких проектов, который закончился примерно 4 месяца назад. Это был конкурс «Сделай свою собачку», которая качает головой у тебя на бардачке. Все ребята, участники конкурса загружали скины, разрисовывали развертку, текстуры, люди голосовали, накручивали, потом их за это штрафовали. В общем, было очень интересно. Собачек-победителей напечатали на настоящем заводе в Китае, и вот у нас сейчас есть сувенирные собачки, которые были сделаны нашими конкурсантами. Это типичный маркетинговый проект. Что он из себя представляет? Как правило, это отдельный сайт, который не имеет никакого отношения к нашим обычным сервисам. Там нет объявлений, вот в этих собачках автору был только логотип. Там какая-нибудь нестандартная механика, например, разрисуй текстуру у собачки или ответь на вопросы про ПДД. Вот здесь будет экзамен, давайте посчитаем какой-нибудь балл. Как правило, поскольку это совершенно отдельный трек относительно нашего сервиса, его делает внешний подрядчик. Как правило, два или три подрядчика. Часть делает техническую, часть делает дизайн, часть делает контент. Иногда у нас два технических подрядчика, если мы делаем какие-то модули, которые могут быть сделаны параллельно. У него есть одно жесткое требование практически всегда. Он не должен не работать в тот момент, когда маркетингу сильно привлекает туда трафик. Это достаточно большая проблема, потому что у нас очень хороший маркетинг, и они умеют пригнать миллион пользователей в первый же день существования проекта. Ну и, как правило, ребята просят, чтобы проект, который какое-то время проработал, остался потом в интернете надолго. Из-за сентиментальных побуждений или из-за побуждений собирания остатков трафика, но тем не менее. Почему я такое внимание уделяю трафику? Потому что посещаемость таких проектов выглядит примерно так, как сейчас на слайде. Ничего-ничего-ничего, потом очень резкий рост, очень резкий рост, да, правда, больших размеров. То есть это сотни тысяч и миллионы посетителей в день. И потом точно такое же достаточно резкое падение интереса в тот момент, когда конкурс закончился, ну или просто люди устали, и больше им это неинтересно. Типичные проблемы. Еще раз, непредсказуемость нагрузки. Мы не знаем, в какой момент пойдет трафик, мы не знаем, сколько его будет. Есть стандартные инструменты, которыми ребята пользуются, но эффект мультипликации трафика, когда люди начинают друг другу рассказывать про сервис, делиться ссылками и так далее, заранее предсказать невозможно. Мы здесь можем что-то планировать, но при этом наше планирование вполне может отличаться от реального значения на порядке. Поскольку делают подрядчики, подрядчики внешние, подрядчики внешние, которых мы находим через конкурс, через тендер, часто у них может быть разный уровень готовности к такой нагрузке. Они могут быть не готовы, или это может работать немножко не так, как нам бы хотелось. Поскольку делают внешние подрядчики, у нас маленькая команда, как правило, сроки очень ограничены, мы никогда практически не делаем, в очень редких случаях мы делаем полное ревью того, что сделали подрядчики. Как правило, вот, ребята, это ваша ответственность, давайте вперед, летите. Конечно, мы все это деплоим во внешнем облаке, и стандартные классические инструменты облака, инстанс-группы, управляемые базы данных, виртуальные машины, которые запускаются по щелчку, все это помогает. Но автоматизировать этот процесс от роста нагрузки, например, и так далее, как правило, накладно, не хочется, потому что это такое разовое действие. И вся эксплуатация сводится к тому, что, ой, давайте посмотрим нагрузку, ой, вдруг у нас все сломалось, давайте добавим ресурсов, ой, что-то еще сломалось. В общем, выглядит это не идеально. В какой-то момент мы решили, что хватит с нас, давайте попробуем принципиально другой подход. И взяли все, что только могли в виде сервисов облака. То есть сервисов, в которых нет понятия единицы ресурсов, нет штуки виртуальных машин, нет количества нод в базе данных. Мы взяли Cloud Functions, которые работают через API Gateway. Мы взяли серверы с Яндекс.Датабейс, в котором точно так же нету инстансов и все считается от количества запросов в количество хранящейся там информации. Взяли Object Storage для того, чтобы хранить картинки и статику. Точно так же никаких инстансов, ничего. Просто лей в безразмерное хранилище и платить деньги. Что у нас получилось? У этого решения касались как плюсы, так и минусы. Например, делать сервис публичный целиком на базе сервис-технологий сложнее. И это сильно сложнее, чем просто сделать сайт так, как его делают обычно. Это серьезно ограничивает полуподрядчиков. С другой стороны, богатство документации, ее доступность, эту проблему немножко снижают. Разумеется, платформа сама по себе наносит ограничения. Это и какие-то ограничения на время выполнения, на количество доступных параллельных процессов. Это ограничение на язык запросов к базе данных. Но, тем не менее, все это в целом решаемо. Какие плюсы? Любой ресурс прозрачно масштабируется из коробки. Не важно, сколько людей приходит на сервис. Не важно, какое количество действий они там совершают. Не важно, есть ли проблемы в самом программном коде из-за того, что разработчик ошибся или написал что-то неоптимально. Мы всегда работаем, мы всегда выдерживаем любую нагрузку, и у нас никаких проблем нет с эксплуатацией. Нам не нужно ничего планировать, нам не нужно не нажимать никакие кнопки для того, чтобы добавить новых виртуальных машин к приложению или добавить ноды к базам данных. Ничего из этого не нужно. А также, а также, в обратную сторону это тоже работает. В тот момент, когда нагрузка пропадает, когда люди перестают пользоваться сервисом, когда ажиотаж спал, и на сервис приходит два человека в неделю, все остается равно так же. Нам не нужно переделывать сервис, нам не нужно превращать его в набор статичных страниц, нам не нужно делать ничего. Он просто живет так же, как и жил. В общем-то, это все. Я хотел передать слово моему коллеге Александру, который расскажет про не менее интересный кейс использования сервис-функций. Спасибо, Данила. Меня зовут Александр Китько. Я директор по продукту в медико-генетическом центре Genotec. Мы занимаемся ДНК-тестами, и я хочу рассказать вам о нашем опыте использования таких технологий, как ClickHouse и Cloud Functions для анализа генетических данных. Давайте я начну с того, что расскажу вам о том, что такое ДНК-тест. Допустим, вы решили пройти генетическое тестирование, оформить свой генетический паспорт, заказали тест на сайте. К вам приезжает курьер, приводит комплект для сбора биоматериала. Это пробирка с воронкой, с помощью которой вам нужно собрать слюну. Другой биоматериал нам отправлять не нужно. Вы собираете слюну, приезжает курьер, уводит эту пробирку со слюной в лабораторию. В лаборатории из слюны выделяется ваша ДНК, и затем оцифровывается. Происходит расшифровка генома. Собственно, часть этой процедуры вы можете видеть сейчас на слайде. После того, как ваш геном оцифрован, вступают в игру биоинформатики. Они начинают ваш оцифрованный геном анализировать. Если мы возьмем ваш геном и начнем сравнивать, например, с геномами эталонных представителей различных этносов, мы сможем выявить те или иные закономерности, схожести и, например, понять, какой у вас этнический состав. Например, определить, что вы на 14% азербайджанец. Если мы будем сравнивать ваш геном с геномами других клиентов генотека, мы сможем найти определенные сходства. Мы знаем из школьного учебника, что каждый родитель передает ребенку половину генома. Соответственно, если у нас есть два человека, у которых геномы на 50% идентичны, мы можем с некоторой уверенностью говорить, что это родители и ребенок. Если мы находим меньше совпадений, но тем не менее достаточное количество, мы можем говорить, что это родственники в каком-то далеком поколении. Например, совершенно спокойно, с помощью такого подхода, ДНК-тестирования, можно найти четвероюродного брата, просто сравнивая ДНК между собой. Наконец, в нашем геноме содержится много информации не только о нашем происхождении, но и о том, как формируется, как развивается наш организм, с какими заболеваниями мы, скорее всего, столкнемся. Поэтому, проанализировав какие-то мутации, которые есть в геноме, зная, во сколько раз они повышают риск того или иного заболевания, мы можем оценить риски человека столкнуться с этими заболеваниями в течение жизни. Самое важное, конечно, это генетические данные, с которыми мы работаем. Как они выглядят? Как я уже сказал, половина генома приходит от одного родителя, половина от другого родителя. Та половина, которая пришла от одного родителя, состоит из 23 хромосом. И с программистской точки зрения можно считать, что это длинная-длинная последовательность длиной 3 миллиарда позиций из 4 букв. А, С, Ж, Т. Они называются нуклеотидами. Соответственно, в геноме человека есть две такие длинные последовательности. На 99% и даже больше эти последовательности у всех людей совпадают. Тем не менее, в каких-то позициях могут быть различия. Мутации или генетические варианты. Соответственно, анализируя как раз-таки вот эти различия, мы сообщаем человеку информацию о том, кто его родственники, какое у него было происхождение или с какими заболеваниями он может столкнуться. Например, если у вас есть характерная мутация, вы можете с высокой вероятностью облысеть. Я, на самом деле, когда готовил этот слайд, совершенно случайно выбирал картинки, и так попалось, что это было облысение. Я был морально не готов сегодня во время того, как нас готовили, услышать от визажиста, что все хорошо, лысинку прикрыло. Но как бы генетика, и, наверное, с облысением здесь приходится только смириться. А в то же время, если у вас выявлены риски каких-то других заболеваний, например, коронарной недостаточности и так далее, зная свои предрасположенности, вы можете какие-то превентивные шаги, меры уже применять сейчас. С тем, чтобы снизить вероятность столкнуться с этими заболеваниями. Ну, хорошо. Год назад на Яндекс.Кейл 2019 наша инфраструктура обработки генетических данных выглядела примерно вот так. То есть понятно, что все начинается с лаборатории, там происходит генерация данных, которые затем попадают в стандартное хранилище. Затем поднимаются виртуальные машины, на которых происходит обработка этих данных. Тут сразу надо сказать, что геном человека, он вообще, говоря, достаточно большой, и расшифрованные данные занимают много места, и посчитать их, обработать специфичным образом, пронотировать занимает порой некоторое количество часов, а иногда даже и дней. Поэтому поднимается большое количество виртуальных машин, на которых происходит анализ этих данных. Затем результаты выписываются обратно в хранилище и уходят в личный кабинет, где, собственно, человек уже может с ними ознакомиться. При этом важно, что, например, риски заболеваний, они зависят не только от генетики, но и от нашего образа жизни. Поэтому мы просим пользователей заполнять анкету, рассказывать дополнительную информацию о себе. И у нас есть виртуальная машина, сервер, где происходит агрегация генетических данных с данными анкетными, пересчет рисков, и, соответственно, человек видит в своем личном кабинете уже наиболее точные риски, учитывающие генетическую предрасположенность и факторы жизни. Мы общались с разными командами разработчиков Яндекса и возникло несколько идей. Ну, во-первых, были анонсированы Яндекс-функции и было интересно попробовать, можем ли мы какие-то элементы нашей инфраструктуры заменить на Cloud Functions. Во-вторых, появилась идея, а что, если нам генетические данные хранить не просто в файлах, как это заведено в биоинформатике, а запихнуть их в какую-нибудь базу данных. Ну, например, попробовать сделать это в кликхаус. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся и во время работы, во время процессинга образцов, и во время ресерча, это большие объемы данных и время, которое мы тратим банально на запросы, чтобы извлечь какую-то информацию. нам бы хотелось это ускорить, оптимизировать, сделать это более удобным. Поэтому мы решили провести такой эксперимент, и здесь нам очень помогла команда поддержки, и в частности Женя Амельченко, который помог нам с экспериментами. Давайте чуть-чуть еще подробнее о том, как хранятся генетические данные. Обычно они хранятся в таком виде, есть стандартный формат хранения этих данных, называется VCF. По сути, упрощая, это такая большая прямоугольная таблица, где по строкам идут генетические варианты, а по столбцам идут люди, индивидуумы. То есть один столбец относится к одному человеку. Мы предполагаем, что на одного человека может приходиться до 80 миллионов генетических вариантов, а, соответственно, количество людей, ну, сейчас это где-то 100 тысяч людей, но при этом нужно понимать, что это количество постоянно увеличивается. То есть нам в эту таблицу нужно дозаписывать еще столбцы. Мы подумали и сформулировали три основных запроса, которые чаще всего встречаются в нашей практике. Запрос 1. А, давайте я еще вернусь и дополню, почему здесь в ячейках находится 0.0, 0.1 или еще может находиться 1.1. Фактически это означает, есть у вас мутации или нет. Единица обозначает присутствие мутации, 0 — отсутствие этой мутации. Почему два значения в каждой ячейке? Потому что у нас есть потенциальная мутация, которая могла прийти от одного родителя и потенциальная мутация, которая пришла от другого родителя. Соответственно, 0.0 означает, что никаких мутаций не пришло, 1.0 — что от одного родителя пришла какая-то мутация. Три запроса, которые мы сформулировали, на которых мы хотели тестировать производительность нашего решения для хранения генетических данных. Первый запрос. Допустим, мы хотим узнать, есть ли у человека так называемая мутация Лейдена. У нее даже есть свое собственное имя, потому что она достаточно частая и имеет сильно негативный эффект. Она почти в пять раз увеличивает риск тромбоза. Фактически это означает, что мы из большой прямоугольной таблицы хотим вынуть одну ячейку, в которой содержится информация, есть ли конкретная мутация у конкретного человека. Второй запрос используется, когда мы хотим оценить риск какого-то заболевания. Например, сахарный диабет второго типа — это уже мультифакторное заболевание, там нет какой-то одной характерной мутации, проверив которую можно судить о риске. Нужно агрегировать информацию сразу нескольких сотен мутаций из разных генов. Соответственно, нам нужно запросить тысячу различных значений из одной колонки у одного человека, вынуть тысячу разных мутаций. Ну и наконец, третий запрос, когда мы берем порядка полумиллиона мутаций у какого-то количества людей и затем сравниваем. Например, это нужно, когда мы хотим проверить родство между ними. Мы сравниваем все эти полумиллиона, находим паттерны и на основании того, как много между этими геномами общих, мы можем, например, восстановить генеалогическое дерево этой семьи. Это три бенчмарка, которые мы использовали. Как упаковывались генетические данные в ClickHouse? Ну, ClickHouse — это колоночная база данных, соответственно, нам надо было нашу большую прямоугольную таблицу трансформировать, расплавить ее, сделать из нее очень-очень длинную таблицу с четырьмя колонками. Как я говорил, у нас по строкам идут варианты, у них есть свои координаты, хромосомы и позиции. По столсам идут идентификаторы людей, люди. Соответственно, первые три колонки мы отводим на, по сути, индекс в базе данных — это хромосома позиция человек, а в последнюю колонку записывается его генотип, то есть ячейки с нулями и единицами. Таким образом мы упаковали, выгрузили это все в ClickHouse и начали запрашивать информацию оттуда. Мы использовали открытый датасет, вы можете тоже взять его и поиграть с ним, если вы хотите. Называется «Тысяча геномов», несмотря на то, что в нем две с половиной тысячи геномов. На каждого человека приходится 80 миллионов мутаций, соответственно, 80 миллионов — две с половиной тысячи людей. Вообще говоря, в нашей практике было принято использовать стандартные инструменты биоинформатические — это два инструмента, это BCF Tools и Plink. Они, как правило, идут как бинарники, вы можете их запускать, и они эти команды умеют выполнять, как нам казалось, достаточно неплохо, хотя нас это не очень сильно устраивало. Когда какое-то количество минут, часов приходится ждать, чтобы просто получить данные для дальнейшего анализа. Ну и мы видим, что на первом запросе Plink, как одно из таких классических решений, уже достаточно сильно проигрывает двум другим инструментам — ClickHouse и BCF Tools. Здесь по строкам идут три инструмента — это ClickHouse и два биоинформатических BCF Tools и Plink, а по словам идут три запроса. Время указано в секундах, которые осредненно требовалось на выполнение каждого запроса. На втором запросе мы видим, что ClickHouse уже в четыре раза обгоняет BCF Tools, но на третьем, таком самом объемном запросе, мы видим, что преимущество ClickHouse становится просто явным и очевидным. Поэтому, собственно, на основании такого эксперимента было принято решение, что для генетических данных вполне можно и даже нужно использовать базу данных ClickHouse, причем замечательно, что она менеджет, нам не нужно как-то там заморачиваться с ее развертыванием, поддержкой и так далее — все это на себя берет Яндекс. И, соответственно, наша инфраструктура трансформировалась следующим образом. Во-первых, мы вместо хранилища можем использовать курируемые базы данных, ClickHouse для генетических данных и, например, MongoDB для данных, которые мы насчитываем. Например, результаты пайплайна биоинформатического в виде рисков мы можем туда записывать. У нас по-прежнему должны пока что оставаться виртуальные машины, потому что не все вычисления, которые у нас есть, вот так вот легко можно запихнуть в Яндекс.Функцию. Тем не менее, какую-то часть мы уже перенесли на Яндекс.Функцию. Это удобно, потому что такую естественную параллелизацию позволяет делать. Ну и, наконец, мы можем заменить ту серверную часть, где агрегировались данные анкетные и генетические для того, чтобы, опять же, это все происходило в режиме serverless, не требовало поддержки, и мы банально не платили хотя бы за простой сервер, пока никто из клиентов никакие данные не менял и новых клиентов не приходило. Важно отметить, что генетические данные нужно, скорее всего, считать персональными данными, и вопросы конфиденциальности, чувствительности этой информации, он важный и актуальный, и здорово, что Яндекс.Функции научились работать внутри VPC. И второй момент, который тоже вот был анонсирован Глебом, что в Яндекс.Функции добавился язык R. В биоинформатической среде он, наверное, не менее популярен, чем Python и содержит большое количество, существует большое количество библиотек, которые написаны под R, в том числе биоинформатических, которыми мы активно пользуемся. Соответственно, это в плане, наверное, машины ленинга и биоинформатического анализа данных очень большой пул возможных задач покрывается сейчас Яндекс.Функциями, и это призыв к тому, чтобы активно этот инструмент использовать. Ну и давайте я в завершение приведу такой пример, конкретные проблемы, которые мы с помощью ClickHouse и Яндекс.Функции решили, и почему мы не могли его решить несколько раньше, например, год назад. Представьте, что у вас есть большой массив генетических данных, большого количества пользователей, и человек хочет получить свои исходные данные, raw data, он хочет взять свои генотипы и, например, загрузить их в какой-то другой сервис. Есть сервисы, которые позволяют искать родственников не только... Есть сервисы, которые позволяют искать родственников в больших базах, например, в Америке. Вы можете выгрузить свои данные, которые получили в генотеке, загрузить туда, и вам найдут родственников. Или же некоторые сервисы предлагают услуги по переинтерпретации данных, они рассчитывают какие-то риски по-своему. Если вам интересно, вы можете этим воспользоваться. Но каждая компания, как правило, она использует свой собственный формат для передачи исходных данных. И у человека есть естественная потребность получить данные именно в том формате, в котором он хочет загрузить их в какой-то сервис. Было несколько вариантов решения. Первое решение, ну просто для каждого человека сгенерировать все возможные форматы, положить их в S3 хранилище, и если он вдруг решил взять этот файл, ему его возвращать. Это безусловно быстро, все файлы уже посчитаны, но не требуется никакого сервера, можно прямо из S3 через личный кабинет прокидывать эти файлы, но требуется много места. И чем больше у вас клиентов, тем больше места у вас требуется, это деньги. Второе решение — это генерировать эти файлы на лету и отдавать их пользователю. Это будет, к сожалению, медленно, потому что мы видели, что некоторые запросы по изъятию генетических данных одного человека могут занимать достаточно продолжительное количество времени. Человек это время ждать не готов, он хочет все и сразу. Но если мы для хранения будем использовать не классические биоинформатические файлы, а кликаус, который в несколько раз ускоряет процедуру изъятия данных, а для генерации самих файлов, переформатирования, конвертации будем использовать Яндекс.Функции, то это решение становится достаточно оптимальным. Во-первых, мы быстро изымаем данные и проводим все вычисления, но в Яндекс.Функции нам не требуется поддержка сервера, и в конце концов нам не нужны дополнительные ресурсы на хранение. То есть вот как бы все три пункта были закрыты этим решением. В целом я бы хотел поблагодарить вас за внимание. Спасибо. Огромное спасибо коллегам Даниле и Саше. Тут у нас случилось небольшой казус. Пока Саша рассказывал, его срочно вызвали на секретную миссию по спасению мира. Поэтому сейчас мы с Данилой будем отдуваться за двоих, за троих и поговорим про те дополнительные моменты, которые у нас возникли. Ну, что интересно, наверное, мне. Ты, Данил, очень часто выступаешь на конференциях, рассказываешь, как у вас устроено все внутри. И по этим рассказам видно и вот по практике общения, что вы являетесь пионерами не только в серверлес, но еще и в контейнерах. Достаточно давно вы используете кластер для орхистрации контейнеров. Вот как представитель компании, которая эксплуатирует обе технологии сейчас. Расскажи, вот при каких случаях вы сейчас выберете серверлес, а в каких будете разворачиваться в своем оркестраторе? Слушай, ну, несмотря на то, что я в целом большой фанат подхода серверлес, когда, ну, вот то, о чем я сейчас говорил, да, не надо ни про что думать, ну, в крайнем случае ты заплатишь денег, но кажется, примерно для любого интернет-бизнеса проще немножечко больше денег заплатить, чем постоять или там сломаться. Все-таки как бы серверлес как подход, как технология, он достаточно молод, и мы сейчас по большому счету с ним больше экспериментируем. То есть нельзя сказать, что мы, там, решая делать какую-то новую функциональность фичу, говорим, ну, вот, давайте подумаем, куда мы это задеплоим, да, то есть мы, ну, вот, мы находим какие-то кейсы, где серверлес вот с его нынешними ограничениями в том числе, да, может подходить, и начинаем экспериментировать. Как правило, получается неплохо, иногда не получается, да, но мне кажется, что это вопрос там, в общем, задай мне этот вопрос на следующем скейле, будет более понятно. Сейчас для нас это по большей части эксперименты, и, ну, конечно, в первую очередь мы экспериментируем там, где не нужна постоянная нагрузка, то есть там, где профиль нагрузки нестабильный, или там, где нужно, ну, я не знаю, батчами обработать что-то по триггеру, да, ну, вот, загрузили файл в S3, нам нужно его обработать. Классический подход был бы, что у тебя стоит какой-то сервис, который в целом молотит воздух просто так, периодически проверяя, не появилось ли что-нибудь нового, появилось, скачали, обработали, там, что-то с данными сделали, да. В этом отношении, конечно, серверлес, ну, прекрасно положил, все само, что-то запустилось там, данные побежали и так далее. Ну, то есть, в первую очередь, вот такие вещи, но я повторюсь, это скорее для нас сейчас больше экспериментальная технология, и мы изо всех сил пробуем, изо всех сил туда хотим, но сказать, что мы всерьез выбираем между там, контейнерами и серверлес, в тот момент, когда делаем какой-то новый бизнес-сервис, я пока не могу. Но с точки зрения того, что вы сейчас когда делаете внешний проект, вы все-таки их делаете в основном? Или тоже здесь? Ну, тут тоже по-разному. То есть, у нас есть сервисы, которые делают для нас подрядчики на классическом стейке, в том числе. Ну, разумеется, мы их не тащим там в свою инфраструктуру, они тоже все живут в облаке. Но здесь, опять же, вот там, вот кейс, про который я рассказывал с подрядчиками, да, почему серверлес там хорошо заходит? Потому что неравномерный профиль нагрузки, потому что мы заранее не знаем, как это будет работать. И вкладывать там интеллектуальные ресурсы, время, там, команды, которые занимаются эксплуатацией, у нас в это не очень хочется, когда можно решить вот каким-то таким более технологическим подходом. Поэтому здесь у нас тоже есть разные варианты, но, да, частично и в серверлес тоже. Окей. Слушай, а если мы вот попробуем чуть-чуть в будущее заглянуть, то есть ты, наверное, следишь за тенденциями в мире, и как бы это видно, да, что как бы, учитывая, что почему вы это все выбираете. А вот когда вот технология будет развиваться, как-то вы будете там менять принципы, по которым вы будете делать, либо там будете все время жить в своем контейнерном стеке, и часть просто нишевых задач отдавать серверлесу. Слушай, ну это такой... Вообще, конечно, моя голубая мечта состоит в том, чтобы все было, ну то есть такое ресурсное облако было нарезано до вот конкретных единичных функций, и там разработчики строили свои приложения, в первую очередь ориентируясь на то, как данные между функциями ходят, ну потому что это же вот просто... Все это будет пайплайн-обработки данных. Ну да. И моя голубая мечта, чтобы все мы к этому пришли. Я просто боюсь, что это, ну, вопрос там... Ну конечно, реальность. ...каких-то лет, да, то есть это не к следующему скилу, но это вопрос каких-то лет. Я думаю, что рано или поздно к этому все равно все придет, потому что, ну ведь там та же контейнерная революция или эволюция, можешь как угодно говорить, это ведь движение ровно в эту сторону. Когда-то мы брали большую железную машину, ставили туда один сервис, ну он иногда потребляет 3% машины, ну что ж, у нас оркестрировать все это хозяйство сложнее, ну, сложно. Потом начали делать контейнеры. Потом там параллельно с этим появились всякие истории про автоскейлинг, раздуем, сдуем и так далее. И по большому счету вот тренд на серверс это такой ультимативный автоскейлинг с минимально возможной гранулярностью. И я думаю, что в целом вся история там про эксплуатацию, про деплой, про все-все-все-все-все идет именно в эту сторону. Когда придет, ну, сложно сказать. Да, это точно. Реальность, она всегда отмечет, будет отличаться. Мы всегда переоцениваем очень часто, да, свои возможности. Все можно предварительно сделать быстро, но иногда на это уходят месяцы. Но это жизнь, как бы, это IT. По-другому у нас не работает. Слушай, вот очень интересный тетезис, Кал, что у вас достаточно небольшая команда разработки. И она достаточно эффективная, ну, потому что действительно у вас очень большой хайлоуд идет на ваш сервис. Это требует каких-то принципов, организаций и процессов внутри компании, которые позволяют этому работать. Можешь поделиться, вот благодаря чему вам удается быть настолько продуктивными и эффективными? Слушай, ну, это я, если честно, не ожидал такого вопроса. Ну, во-первых, вполне возможно, что мы недостаточно эффективны и продуктивны. Если бы нас было больше, мы бы делали больше всего, быстрее все, быстрее запускали новые продукты и так далее. Но в целом, ну, ведь более локальная команда, она более эффективно коммуницирует. Более локальная команда заставляет искать более эффективные подходы к тому, и быть менее терпимыми к тому, на что мы тратим свое время. Это, в частности, относится очень сильно к вопросам эксплуатации, наблюдаемости приложений. Тоже истории про скейлинг, не скейлинг. Если у тебя большая команда, и ты можешь себе позволить пару человек постоянно выделять на то, чтобы они смотрели в мониторинг, ресурсами рулили, ну, окей, это тоже вариант. Но не наш, потому что мы стараемся вот эти вещи отдавать на откуп автоматики. Ну, или, по крайней мере, делать и искать такие инструменты, которые разработчикам позволяют концентрироваться на бизнес-продуктах, а не на вот этом вот всем вашем IT. То есть у нас в основном команды занимаются бизнес-продуктами. Ну, если взять всех людей, которые имеют отношение к разработке, так или иначе, и к продукту, то ребята, которые занимаются эксплуатацией, непосредственно на наш достаточно большой парк, там и железо, и контейнеров, и сейчас вот мы подключаем разные сервисы облака, он у нас меньше 5% штата. То есть мне кажется, что наши усилия в эту сторону, они себя в целом оправдывают. Но я не говорю, что там 50 человек – это наш предел, и мы все сделаем так. Мы нанимаем, приходите к нам. Приходите, да, в эффективную команду вертикалей. Хотел здесь добавить, что на самом деле тут тоже очень важный момент, что коллеги живут в экосистеме Яндекса, и внутри Яндекса есть очень много платформенных сервисов, которые доступны только Яндексу сейчас, но эти платформенные сервисы постепенно приходят в облако. Как раз кажется, вот использование вот таких сервисов, в том числе позволяет быть продуктивнее именно в том моменте, что ваши разработчики будут писать код вашего приложения, а не заниматься администрированием инфраструктуры, либо написанием автоматики. Это же тоже ресурсы. И вот у коллег 50 человек, они бы стали больше, но разработчики – это ресурсы ограничены, и их всегда найти сложно, сложно удержать. И в этом плане максимальная их эффективность и удобство работы, и это, конечно, сильно влияет на продуктивность команды в целом. Слушай, еще очень короткий вопрос под завершением. На прошлом скейле ты рассказывал, как вы использовали YDB для хранения трейсов ягеря. Коллеги благодаря этому улучшили YDB, благодаря этому заопенсорсили эту технологию на самом деле. Расскажи нашим пользователям, которые присматриваются к этому, какой у вас опыт эксплуатации этого. Вот вы же в бою это опробировали так серьезно. Ну да, мы больше года так живем. Мы по-прежнему живем поверх YDB. Мы делали несколько подходов к оптимизации того. Ну, разумеется, с первого раза не все было идеально. Мы в какой-то момент начали коммитить в AppStream ягеря для того, чтобы более эффективно с этим работать. И вот заопенсорсили совместно с ребятами из Облака сам плагин. Но в целом у нас все хорошо. Количество трейсов, которые мы туда складываем, растет. Причем растет достаточно заметно и достаточно быстро. YDB по-прежнему справляется, и в этом отношении все в порядке. Мы, кажется, сейчас управляем одной из самых нагруженных инсталляций ягеря вот в пределах одной базы в мире. Потому что еще вот где-то немножко после прошлого скейла... Простите меня, пожалуйста. У нас осталось 3 секунды. Все хорошо. Все хорошо. Это самое главное, да. Передаю тогда слово на главную студию. Всем спасибо. Коллеги с вами там попрощаются. И те, кто делают практические лабы, оставайтесь с нами и переходите на практические лабы. Всем хорошего дня. Передаю слово Антону. Редактор субтитров А.Семкин